Школа доктора Скачко Здравствуйте! Вы смотрите одно из видео канала Школа доктора Скачко. А я доктор Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Часть из которых вы можете заказать через интернет. Автор сотен видео в интернете про правильное питание, профилактику, лечение. А в этом видео вы узнаете как правильно дышать. Если вы его нашли не первым. То есть просмотрели первые две части серии как правильно дышать. То вы уже знаете как правильно сделать вдох. В зависимости от окружающей вас экологии. В зависимости от вашего образа жизни. Ну и от тех болезней которые вы уже набрали. Если посчитать то в первых двух видео 57 вариантов как правильно сделать вдох. С одной стороны это сложно. С другой стороны достаточно просто. Просматривая эти видео вы поймете как вам правильно все-таки сделать вдох. Но! На самом деле вариантов правильного вдоха несколько больше. Их не 57. Их 64. Просто я сознательно один из вариантов вдоха не обозначил в первых двух частях. Умышленно. Потому как я считаю что этот вариант вдоха он не приносит здоровье. А наоборот уносит. Потому как он достаточно активно может способствовать развитию эмфиземы легких и пневмосклероза. То есть когда часть дыхательной поверхности легких становится во-первых меньше. И вы хуже усваиваете самый необходимый компонент здорового образа жизни для нормального обмена веществ. Потому как знание как правильно пить воду как правильно питаться для вас вторично. Если вы не умеете правильно дышать. Почему я опустил этот вариант вдоха и какой он? Ну это вдох через рот. Но не открытым ртом. А через плотно сомкнутые губы. Иными словами на входе в дыхательную систему вы создаете препятствие. При этом должны слишком активно напрягаться различные дыхательные мышцы. И фактически растягивается между ними находится нежная легочная ткань. Вот она подвергается более активному воздействию. И растягивается. В результате снижается дыхательная поверхность. И на перспективу вы проигрываете. Но! Если вы собираетесь заниматься спортом. Такое дыхание можно использовать. И когда я напишу видео. Как правильно заниматься спортом. И как правильно дышать при этом. Вы эту особенность узнаете. Некоторые пользуются таким типом дыхания. Правда эпизодически. Но приличную часть времени на протяжении дня. Они именно так и дышат. Я имею ввиду тех кто курит. Потому как в данном случае нельзя затянуться. Нельзя втянуть дым в дыхательную систему. Иным способом. Хорошо это или плохо? На мой взгляд плохо. Такой тип дыхания он не самый простой. Но! С его учетом 64 варианта правильного вдоха могут быть. Конечно возможно у вас свой 65 вариант. Когда вы не в полном объеме. Дышите то вы этими типами. Вы используете свою дыхательную систему. Напрягая вот эти самые мышцы. Но возможно не в полном объеме. Поэтому у вас может быть свой уникальный эксклюзивный вариант правильного вдоха. А в этом видео вы узнаете еще один момент. Как же правильно сделать выдох после того как вы научились делать вдох. И как это делать правильно вы узнаете прямо сейчас. Как же правильно сделать выдох? Для этого вы вначале должны были определиться с тем как правильно сделать вдох. Что я описал в первых двух частях серии как правильно дышать. Если вы выбрали свой правильный вариант вдоха. То правильный вариант выдоха. Если учитывать состояние собственно органов дыхания грудной клетки. Он симметричен. Иными словами. Если вы абсолютно здоровы. И дышите полной грудью. Потому как вы понимаете что вам нужно активно поддерживать обмен веществ. А для этого вам нужен кислород. А единственный и вернее основной путь поступления кислорода. Все таки через органы дыхания. То вначале вы расслабляете мышцы брюшного пресса. И напрягая диафрагму максимально заполняете органы дыхания воздухом. Дальше используя мышцы грудной клетки. Расширяете ее. И легкие заполняются в еще большей степени. После чего работы мышц плечевого пояса и шеи освобождаете верхушки. И они также заполняются нужным вам воздухом. И везде где есть воздух. Где расширены альвеолы. Везде есть приток крови. И с одной стороны вы получаете нужный вам кислород. Избавляясь уже от отработанного углекислого газа. И поддерживаете иммунную систему. Самое главное это. Поддерживаете поступлением крови. Кровь поступает только в те альвеолы. Где есть газообмен. Где есть воздух. Там есть и кровообращение. А где есть кровь там есть и иммунитет. И уже в меньшей степени зависит каким воздухом вы дышите. Потому как те микроорганизмы, те вирусы. Которые могли попасть в органы дыхания. Они будут обезврежены. При правильном выдохе вы вначале опускаете плечи. Сжимаете верхушки. Дальше сжимаете мышцами. Используя мышцы грудной клетки легкие. И на последнем этапе. Напрягая мышцы брюшного пресса. Фактически поджимаете диафрагму органами брюшной полости. В этом случае вы легкие освободили максимально полно. И прекрасно. Они готовы вновь к правильному вдоху. Если же у вас есть какая-то патология. Которую я обозначил во втором видео этой серии. Как правильно дышать. То вы используете не полный вариант. Не полное дыхание. А частично используя либо верхние и больше отделы легких. Либо средние, либо нижние. В разной последовательности. А вот в зависимости от состояния вашего организма. Значение начальных отделов органов дыхания. А в данном случае на выходе уже конечные отделы органов дыхания. Оно иное. И как правильно использовать эту часть дыхательной системы. Вы узнаете прямо сейчас. Строение носоглотки нужно правильно использовать. Чтобы сделать как правильный вдох. Так и правильный выдох. Если правильный вдох лучше все же делать через нос. И только при невозможности совершения носового дыхания. Вдох делается через рот. Ведь вам воздух нужно в дыхательную систему запустить. Очищенным. Согретым. Увлажненным. А очищать современный воздух есть от чего. Даже если вы живете в горах. Либо в экологически более чистой местности на планете Земля. В воздухе есть в разном количественно качественном соотношении. Бактерии. Вирусы. Споры возбудителей различных заболеваний. Пыльца. Пыль. Частицы копоти. Гари. Химические вещества. Различного происхождения. И от всего этого носоглотка позволяет вас избавить. То. Когда вы делаете правильный выдох. Лучше носоглотку вашу поберечь. Не нужно ее использовать для доочищения выдыхаемого вами воздуха. Если какие-то частицы гари. Пыль. Пытаются покинуть вашу дыхательную систему. И слава Богу. Не оставляйте их себе на память. Это же относится и к бактериям. К вирусам. Да. Если вы больны инфекционным заболеванием. Которое передается ингаляционным путем. То ваша забота об окружающих. Это ношение маски. Которая уменьшит поступление на наружной поверхности. Задержит бактерии и вирусы. Которые находятся во вдыхаемом вами воздухе. А на внутренней. Те вирусы либо бактерии. Которые размножились по какой-то причине в вашем организме. И пытаются его покинуть. В этом случае маска. Самый простой и эффективный способ. Оборвать эту цепочку. И вам легче станет. И окружающим вас людям. И в этом случае. Дыхание, выдох через рот. Он оптимальный. Но. Самый вредный вдох. О котором я сказал в начале этого видео. При некоторых состояниях органов дыхания. Становится супер полезным. И об этом вы узнаете. Прямо сейчас. В каких же случаях. Выдох через плотно сомкнутые губы. Становится не просто более полезным. А жизненно важным. Пока ваша иммунная система. Тихо и спокойно. А иными словами. Активно и интенсивно. Справляется с теми патогенами. Которые поступая с дыхаемым воздухом. Нейтрализуются в начальник отдела органов дыхания. В их безопасности. А также в полной безопасности. Альвеолы. Где активно идет газообмен. И новые порции кислорода. Поддерживают активный иммунитет. Не только в области носоглотки. Но и на других барьерных органах. А также в клетках. Не давая обмену веществ стареть. И предупреждая развитие части онкологических заболеваний. Как только тихая борьба становится явной. Иными словами. Появился ринит. Фронтит. Гайморит. Этмоидит. Воспалены либо увеличенные аденоиды. Гланды. А также небные. Язычные миндалины. Иными словами. В воспалительный процесс вовлечены. Нос. Придаточные пазухи. И глоточное кольцо пирогово-лангерганца. Ваш организм получил первое предупреждение. И самое простое решение. Которое вы можете помочь иммунной системе справиться самостоятельно. Надеть маску. То есть уменьшить темп попадания различных патогенов. Рассчитывая, что после этого иммунная система справится самостоятельно. Худшее решение. Из-за нарушенного носового дыхания вы открываете рот. В этом случае большой вопрос. Каким воздухом вы дышите. Потому, как худший способ фильтрации способствует тому, что инфекция может спуститься ниже. И появится фарингит. Трохеид. Ларингит. Иными словами. Ваш организм получает второе предупреждение. Более серьезное. Потому, как инфекция спустилась ниже. И вектор понятен куда она стремится. А вот какие диагнозы показывают, что ваш организм уже получил желтую карточку. Вы узнаете. Прямо сейчас. Желтая карточка вашему образу жизни и вашей системе дыхания. Развитие бронхита. Иными словами. Патогены проникли достаточно глубоко. Им остался один небольшой шажок, чтобы вызвать воспаление легких. Конечно, чай не каменный век. Воспаление легких можно вылечить. Но. Вы безвозвратно теряете часть дыхательной поверхности. И это уже красная карточка вашему образу жизни. Причем в данном случае красные карточки бывают еще и разного размера. Если в воспалении легких вовлечена одна долька. А таких долей в двух легких 20. Иными словами, вы теряете примерно 5% дыхательной поверхности. Возможно, сегодня вам такая величина, такая потеря не существенна. Что будет на перспективу, мы не знаем. Если в воспалительный процесс пневмония долевая. Иными словами, вы потеряли примерно 20% дыхательной поверхности. Потому что в двух легких всего 5 долей. И это имеет значение уже здесь и сейчас. Потому как дыхательная недостаточность будет всегда. Еще хуже, если вы неправильно сопровождаете вирусной инфекцией. И бронхит развился как осложнение в данном случае. Потому как в любой момент может перекрыться более значительная дыхательная поверхность. И с острой легочной недостаточностью вы оказываетесь в реанимации. Где лечение в лучшем случае проводится с использованием аппарата искусственного дыхания. И опять-таки самый благоприятный исход. Жесткая сердечно-легочная недостаточность на всю оставшуюся жизнь. Поэтому на этапе бронхит, как самое лучшее профилактическое средство. Одно из них. И включается выдох через плотно сомкнутые губы. При котором сопротивление на выдохе способствует расправлению легких. Лучше отходит мокрота. И самое главное в легкие до самых отдаленных альвеол доходит самый главный антибиотик в этом случае. Это кислород. Который способствует подавлению активности различных микроорганизмов. И способствует развитию самого главного сапрофита. Это пневмококка. В данном случае профилактика всегда важнее. И правильно проведенное, правильно применяемое дыхание, а именно выдох, способствует лучшему завершению процесса для вас. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А в следующем видео вы узнаете еще один важный компонент в системе вдох-выдох. А именно дыхательная пауза. То есть пауза между вдохом и выдохом. Она тоже имеет огромное значение для вашего здоровья. И об этом вы узнаете буквально в следующем видео. Чтобы вы не потерялись на бескрайних просторах интернета. Не забудьте подписаться на мой канал. Тогда сообщение о этом новом видео придет вам в почту. Или занесите в избранное. И вы тоже будете легко контролировать новые поступления на моем канале. Если вам это видео понравилось. Вы понимаете, что вы можете применить эту информацию на практике с пользой для вашего здоровья. Не забудьте поставить на него лайк. Отправить своим друзьям, знакомым. А я пойду подумаю. Как в лучшем виде написать следующее видео на своем канале Школа Доктора Скачко. До новых встреч на моем канале.